Фильмы 1965 года советские. Ну, во-первых, Шокшин, ваш сын и брат, экранизировал собственные рассказы, то есть он же и автор рассказов, он же и сценарист, он же и режиссер. Опять подключил Куравлёва и других знакомых актёров ему. Это полностью про Сибирь, Алтайское село на берегах Катуни, про которое большая часть рассказов Шокшина и написаны. Но вызвало довольно серьёзные дискуссии, как вообще деревенская проза. Шокшина считают родоначальником деревенского кино. Вот тогда была деревенская проза, конец 60-х, и Шокшин это деревенский кинематограф. Получил он государственную премию имени братьев Васильевых за фильм, но очень много спорили. В основном дискуссии вокруг Шокшина в 60-х велись по такому принципу, что якобы он противопоставляет деревню городу, и что у него деревня получается лучше, чем город, поэтому это, так сказать, наезд на прогресс. Но то же самое говорили обо всех деревенщиках. С точки зрения сибирских националистов, конечно, тут позитивно что? Что сибиряков он показывает интересными живыми людьми со своими проблемами, не просто каким-то отсталым стадом. Вот в сталинские фильмы показывали, как сибирь, что там живут какие-то придурки, кулаки, там мерзавцы, они абсолютно некультурные, туда приезжают культурные из Москвы, всякие учительки, всякие там чекисты, и вот они там устраивают, так сказать, культуру, несут свет просвещения этим тундукам. А у Шокшина, наоборот, показано, что вот это живые люди, интересные, у них на самом деле своя культура, и местами она лучше городской. Ну, вообще деревенщики, они были связаны везде с национализмом. И украинские деревенщики с украинским, русские деревенщики часто потом с российским национализмом. Поскольку Шокшин это наш деревенщик, он, конечно, легко может использоваться сибирскими националистами, потому что он изображает Сибирь и изображает явно психологические и культурные особенности сибиряков. Чтобы этот национальный момент размыть, критика все время обсуждала, что он изображает крестьян и конфликтует с городом. То есть вместо вот этого национального конфликта сибиряки и, значит, московитые русские в городах, все время говорили, что это значит деревня против города. Дело в том, что в Сибири вот так ситуация выглядит, что города русифицированы, а национальные, собственно, сибирские старожилы сохраняются в основном в деревне, поэтому подменить конфликт тут легко. То есть на самом деле у Шокшина конфликт национальный, это сибирские старожилы против понаехавших города русских, да, а критика Брежневская маскировала это под социальный конфликт, то есть деревня против города. Вот почему нам нужен именно язык, такой же, как украинский, белорусский, то есть полноценный со всеми словами. Чтобы у нас была не только деревенская сибирская культура, но и городская. А с диалектом мы так и будем в деревне торчать. Вот очень важно, почему сибирякам сделать именно язык и доказать, что мы такие же полноценные города, населенные нами, тоже могут быть. То, что вот даже при Шокшине, который, в общем-то, сам сибиряк и о сибиряках писал, отождествляли все равно сибирских старожилов с деревней. И там, в этой деревне, естественно, деревня, что она? Деревня, она и есть деревня, ее в последнюю очередь будут рассматривать, ее будут постоянно города, с нее все соки брать. Там, в этой деревне, сибиряки и погибали. Как раз в 60-е годы уже завершается уничтожение диалекта, ведется уничтожение сибирского народа интенсивно, челдонов там ассимилируют и так далее. Поэтому нам и нужен язык полноценный, чтобы не только Шокшин было, чтобы была полноценная культура, в том числе городская и современная. И поэтому язык уже из чего угодно надо все-таки создать на основе, естественно, корней. Это единственный способ сибирский народ спасти, сделать народом вместо каких-то непонятных деревенских челдонов, казаков и так далее, староверов всяких, с которыми нас пытаются постоянно увязать. Ну, вернемся к Шокшину, бурная критика. Те, кто защищали Шокшина, говорили, что тут поднимается множество общечеловеческих всяких проблем, смысл жизни и так далее. Они там постоянно на философской теме беседуют, у него сибиряки. И что вообще это свежий взгляд, потому что так не изображали деревенских, особенно в кино. Вот такого плана защищали. А критика против Шокшина велась по такому принципу, что деревня против города, деревня отсталая, и он, настраивая деревню против города, это, значит, реакционно вот так. Куравлева, тем не менее, любили, как он там играл. Ну и в целом все равно Шокшин показал сибиряков симпатично. Это продвигало образ сибиряков. И дальше будет довольно много, кстати, сибирского кинематографа именно про деревню. Раз Путин там подтянется и все прочее, об этом я буду говорить. Какой-то образ Сибири, хотя и уходящий, они там создали. С 60-70-х. А Низкин там. Время вперед. Ну, это вот к той теме, что в культуре советских 1960-х годов война изображалась как нечто ужасное и довольно достоверно. Вот прошедшая именно война с фашистами. Там они могли и критиковать, кстати, и советских всяких командиров. А вот все, что до войны, начиная с 17-го года, как какой-то светлый праздник энтузиастов. То есть вот все там были святые ужасные. Несмотря на то, что был известен хотя бы вот сатирический роман Ильфа Петрова, да, тоже все читали. Там примерно достоверно изображается, что тогда было, то есть никаких там святых и не было в НЭП. Тем не менее, общий образ и гражданской войны, и первых пятилеток, хотя и сталинских, создавался совершенно такой вот все неземной. И вот это из этой серии. То есть «Время вперед» это, во-первых, из пьесы Маяковского «Баня», во-вторых, изображается строительство завода некого в первой пятилетке. Там все ужасно благородные, девочки и мальчики, все рвутся, план выполнять, перевыполнять. В общем, все явно противоположно тому, что реально творилось в 30-е годы, когда проводилась коллективизация, шел голодомор. На стройки на эти изгоняли крестьян, которые хотели чисто выжить из деревни, там любыми способами вырывались, потому что на стройке хоть что-то можно было заработать. В стройке велись самым идиотским способом, там, с минимальной механизацией под руководством американских инженеров, потому что советских не подготовили. Ну и так далее. Я планирую по хроникам дойти когда-нибудь до 30-х и рассказать. То есть, на самом деле, ничего, соответствующее этой красивой картине, в 30-е годы на стройках не было. Задействовали для создания этой мифологии состав хорошие. Инна Кулая, Сергей Юрский, Леонид Куравлев, лучшие, в принципе, актеры того времени. Много песен той эпохи в фильме задействовано для создания атмосферы. Маяковского довольно много. Включили хронику из журнала «Совкино», чтобы создать. 30-го года включили хронику, чтобы создать какую-то вот такую атмосферу, какую-то вот поместить в некую историческую эпоху, хотя и полностью вымышленную. Снимали в Керчи, на территории металлургического завода имени Войкова. «Гиперболоид инженера» Гарина, пожалуй, лучшая экранизация этого и, кажется, последняя. Евгений Евстигнеев в роли Гарина. Тоже было много дискуссий по этому поводу. Во-первых, конечно, роман Толстого, он идеологический. Там очень много критики капитализма. Большей частью это все выкинули, оставили детектив в советских последней экранизации 60-х. Кроме того, построили этот детектив как нуар. То есть вот тут, видимо, наши киношники поэкспериментировали с американскими жанрами, сняты в стиле фильма нуар американского начала 50-х годов. Я об этих нуар-фильмах много говорил. То есть некие злодеи, все тоже вокруг злодеи, мир злодейский, все это терпит полный крах. Классовую все, она, конечно, присутствует, ее никуда из Толстого не выкинешь, ее убрали и снизили. Советская критика это сразу заметила, почему тут нуар. Хотя это СССР и все такое, и за это все ругала. Хотя многие и защищали. То есть споры велись именно вокруг эстетики этого фильма, что снято как детектив в нуар. Это все. И на этом фоне, соответственно, игра Евстигнеева. Евстигнеев при этом изображает Гарина довольно умным, какой он там есть. Он же изобретатель все-таки. Ироничным и так далее. Евстигнеев Гарина сыграл привлекательно, как он умеет. Он часто злодеев таких привлекательных играет. И этим Евстигнеев нам и интересен. «Операция И» и другие приключения Шурика. Эпический фильм Гайдая немедленно стал лидером кинопроката 65-го года. И с тех пор ходит в первую десятку, наверное, советского кино. По известности, популярности. И вообще, Шурик это, конечно, прям герой 60-х. Значит, имеется тройка «Трус-балбес» бывалый, которая у него была еще в фильмах «Пес-барбос» и «Самогонщики». И к ней добавили Шурика. То есть, в принципе, состав такой же, как в «Кавказской пленнице». «Кавказская пленника» снималась как продолжение фильма «Операция И». Называется «Операция И» и другие приключения Шурика. А «Кавказская пленница» это новые приключения Шурика. Это, в принципе, идеология. «Операция И» сделали по мотивам рассказов автора, как же его, «Несерьезные истории» это называлось, но которые были написаны Яковом Костюковским и Марисом Слободским. Вот, был сценарий «Несерьезные истории» Костюковского-Слободского. Весь сценарий жутко переодевал Гайдай. Огромное количество сценок придумано своим Гайдаем. То есть, можно сказать, что сценарий Гайдая и делал, но, правда, учитывал также и работу других ребят. Сценаристов. «Суть приключения И» в создании позитивного образа интеллигенции 60-х. То есть, в первой серии он исправляет Гопника. То есть, интеллектуальное и моральное превосходство интеллигента надо Гопникам. В принципе, Гопник это рабочий. Там этот Федя, он на самом деле пролетарий. Это вообще, когда он его по жопе бьет, это интеллигент бьет пролетария. А советская идеология наоборот была, что пролетария лучше. Особенно Сталинская, где интеллигентов изображали говнюками. Вот тут наоборот, значит, говнюком изобразили рабочего, а исправляет его интеллигент, как, в общем-то, и положено во всяком обществе. Вообще говоря, интеллигенции, они же, так сказать, учителя, они и должны быть самые лучшие по задумке. Они всегда и считались лучшими, так сказать, людьми. Именно в моральном смысле и в интеллектуальном. Им такое образование дает. Дальше Шурик показан в своей среде на экзаменах. И вот там вся эта история с Лидой довольно смешная, интересная. Она просто делает его привлекательным, как человека. То есть он пока в каких-то живых рабочих ситуациях. Наконец, в операции ИОН там побеждает трех жуликов. Довольно так колоритно. В общем, Шурик социально полезен. Побеждает преступность, исправляет пролетариата, учится в ВУЗе и так далее. Позитивный образ интеллигенции. Этим Шурик и запомнился. Это противостояло тому, как показывали образованных людей в сталинских фильмах. И подрывало, на самом деле, идеологию советского общества, которая была основана на том, что пролетариат лучше, а интеллигенция это прослойка. Поэтому фига в кармане тут тоже есть. Но поскольку уже в 60-е ставку делали на научный прогресс, как я говорил, были физики и лирики, да, физики были популярны. Хрущев внушал, что сейчас с помощью прогресса скоро к звездам полетим и коммунизм построим. И в 65-м это все еще оставалось, хотя Хрущева уже свергли. Поэтому вот он хорошо очень в эпоху лег, Шурик. И это сразу было, это уже как раз герой того времени. Поэтому он сразу стал жутко популярен и остается. Образ Шурика один из таких немногих светлых образов, которые действительно есть в советском кино. И тут надо все это, конечно, одобрять и поддержать. Но нужно сказать, что образ это не советский. Это образ чудака-интеллигента, который там был в кино еще чуть ли не с начала 900-х годов. Еще в немом кино такие были. По поводу съемок. Долго, кстати, искали, кто же будет Шурика. Много вариантов было. Мог, кстати, и Миронов его, и Абдулов его сыграть. Ну вот выбрали, значит, Александра Демьяненко, который так и остался Шуриком навсегда. Часть сцен придумал даже сам Никулин. Никулин же был клоуном, придумал разные сценки для цирка. И часть вот этих всяких цирковых чисто номеров из фильма придумал на самом деле Никулин. Критика была хорошая на самом деле. Вот никто не ругал Шурика. Все полюбили сразу и советские, и антисоветские. И весь советский народ, в общем, полюбил. И сразу хорошие давали. И говорили, что он для разного возраста подходит. Вот какой-то степени фильм детский с такими вот цирковыми номерами, да. Ну и с другой стороны, это все серьезные социальные проблемы советского общества. И фильмы для взрослых тоже хорошо пойдет. Ну, поскольку фильм эпический, про него много документалок снимают. На Ютубе масса информации про этого Шурика, поскольку это мем советский. Я ничего тут не буду повторять, просто вот в социальный контекст это надо поместить в 60-е, чтобы понять, зачем это все. Какую-то роль играло в той жизни, в той психологии. Есть много этих памятников, обычно Шурика и Лида. Ну и всяких других тоже памятников Шурику. Строится мост. Это значит, у нас был Олег Ефремов, кинотеатр-современник. Довольно тоже известный в 60-е, нестандартным подходом. Критикой какой-то мере социальной, тоже актуальной в хрущевское время. И вот они вышли в кино, и Олег Ефремов первый снял фильм, вот этот Строится мост. Он шел как производственный, но подход совершенно оттепельный. Производственные фильмы были довольно тупые еще со сталинского времени, и тупыми и оставались. Их часто снимали просто для галочки, потому что вот сказала партия снять фильм про текстиль, и снимаем про текстиль. Завтра, значит, сказали снять про шурупы, и снимаем про шурупы по одним и тем же готовым этим схемам, потому что ничего там и нельзя. Потому что критиковать советское производство нельзя, надо снять, что там преодолевают недостатки. А тут как бы действительно современный театр того времени, современник, снял это как серьезную какую-то психологическую драму. И это, кстати, многих, так сказать, вырубало, и фильм тоже вызывал дискуссии, и часто задвигался. Считается оттепельное производственное кино это вот все. Там неоднократно упоминают старинские репрессии. Есть отрицательные образы советских чиновников, которые заняты показухой. Есть пьянка на рабочем месте. То есть примерно, кстати, достаточно достоверно советское производство показано. Тем не менее, шестидесятники все равно снимают, и там есть уверенность, что скоро все проблемы преодолеем, разум победит. Это там тоже есть. Ну, тут еще проблема театра и кино. Критики, когда оценивали, они много спорили. Явно театральные актеры, и явно театральным способом все решено, не так, как в кино, как в театре. И насколько совпадает вот эта эстетика театра, хоть и актуального, там интересного, насколько она адекватна при переносе в кино. Об этом еще спорили. 33 комедия Данелли с Евгением Леоновым. Вот тут уже Данелли нормальный, а не как он снимал всякие гадости, типа я шагаю по Москве. Тут Данелли, о котором мы знаем, это социальная комедия. У Евгения Леонова обнаружили 33-й зуб. И, соответственно, значит, он становится знаменитостью. А Евгений Леонов играет там такого Травкина, совершенно никому не нужного обывателя советского, старший технолог. В общем, мелкая эта сошка на производстве. И вот он становится звездой. Кончается, что он попадает в сумасшедший дом и так далее. То есть, в общем, такая комедия социальная, типичная для Данелли, который и позже будет такое делать. Прекрасный там Леонов, конечно, Нона Мордюкова там есть, Инна Чурикова, Савелий Крамеров, Вячеслав Невинный, Фронзик Макарчан. В общем, все лучшие актеры 60-х сосредоточились. Тем не менее, в прокате запретили, потому что Суслов, известный гадость ЦК КПСС, увидел там пародию на космонавтов и заставил убрать. Ну, там как убрали? Ее убрали из широкого проката, поэтому как бы вот она была запрещена, но ее показывали, допустим, в клубах там, в кинотеатрах по мелочи. Поэтому получилось, что, в общем, все смотрели, но как бы вот официально в прокате не было. Так что потом Данелли писал, что похвалиться тем, что меня запрещали не могу, потому что ее все равно показывали. Ну, говорят, что донос написали космонавты. Вот там в фильме пародия на все, в том числе и на космические эти проекты СССР, а вот космос, он как бы был неприкосновенен, космос должен был там святым оставаться. Вот запрещали пародии делать на гражданскую войну, на космос, на первые пятилетки. И вот это все входило в такой фонд, который трогать нельзя было. И вот за это и запретили, и сами космонавты донос записали. Хотя, вроде как, многим космонавтам это и нравилось. Начиная с этого фильма Евгений Леонов, основной актер, который играет во всех комедиях и фильмах Георгия Данелли. И во всех фильмах он исполняет песню «На речке, на речке, на том бережочке». И уже в этом фильме это все имеется. Первый учитель. Ну, так-то, в общем-то, обычный советский фильм. Он значим тем, что сняли по Чангизу Айтматову. Чангиз Айтматов – это деревенщик киргизский. Это все компания деревенщиков в 60-х. Они считались, в общем-то, оппозицией. Потому что официальная идеология была за Шурика. Что мы сейчас все построим, перестроим. За научный прогресс. Деревенщики упирали на то, что нужно сохранить национальные особенности, сохранить деревню с ее своеобразием. Показывали, что деревенские, они хоть и не работают на крупных предприятиях, и высшее образование не имеют, они тоже интересные люди. И нужно их интересы тоже учитывать. Получалось, что это противоречие с официальной идеологией. Поэтому деревенщики считались в оппозиции. И потом они в перестройку поднимутся. И в том числе Айтматовы будут хорошо так из себя изображать оппозицию, о чем я должен рассказать. Ну и тут, кстати, то, что это Средняя Азия, которую тоже считали отсталой, как и сибиряков, мусульманской и так далее. Это еще накладывалось на предубеждение царского режима по отношению к мусульманам. А тут сняли позитивный фильм на сей раз про Среднюю Азию по повести Айтматова. Первый учитель, естественно, конфликт связан, опять же, с цивилизацией, с образованием. Азиатов показали хорошими, интересными тоже, как и сибиряков. И это тоже, так сказать, било многим на мозги и вызывало дискуссии. Много призов дали. Конкретно фильм снят с большим влиянием Курасава, потому что Курасава тоже про азиатов, про Японию, поэтому решили, что киргизы примерно туда же и сняты, как японский фильм еще к тому же. Ну и, наконец, обыкновенный фашизм. Это документалка, но очень значимая. Двухсерийный документальный фильм Михаила Рома рассказывает о фашизме, естественно, крайне негативно, потому что идеология всесоветского режима была построена, опять же, на том, что победили фашизм, и этим как раз мы и знаменитые. А фашизм получается абсолютное зло. Эту линию продолжает Путин. Тут как бы фашистов я защищать не хочу, конечно, так как я не придерживаюсь фашизма, но фашизм это примерно такое же зло, как и сталинизм, конечно. Это все примерно одно и то же. То есть это обычная для 20 века очередная тоталитарная система, и тогда много таких было. Поэтому изображать это как нечто совершенно демоническое, это оправдание сталинизма, о чем постоянно у нас сейчас и говорится. Победобесия, да? В этом плане, да, фильм соответствует официозу советскому, но в то же время имеются серьезные особенности. Во-первых, он весь построен как кинохроника перемонтированная. Берется реальное фашистское кино Германии 20-30-х. Архивы Министерства пропаганды Германии. Но они, естественно, это пытаются сделать иронически. За счет монтажа там, за счет ехидного закадрового голоса, за счет там специально построенных всяких кадров. То есть это пример того, как из одной пропаганды можно сделать другую. И вот как бы фактически обыкновенный фашизм Рома – это образец подобного. Что мы всегда можем взять в видеоряд пропагандирующий одно и с определенными комментариями, с определенными переделками он будет пропагандировать противоположные. То есть фашистские фильмы пропагандируют антифашизм в данном случае. В этом плане довольно интересно это. И это всем нравилось. Это решение, что мы будем снимать антифашистский фильм по материалам фашистов. Ну и там, кстати, он познавательный. Можно посмотреть реальную фашистскую хронику и всех там лидеров, и все, как это реально происходило. Участвовал антифашист Эрнс Генри из Коминтерна, который помогал все это разбираться во всей этой немецкой документалке. Советская интеллигенция сочла, что тут имеется критика также и советского строя. Многие об этом сообщали, что когда они смотрели в 60-е, в принципе они воспринимали это все так, что тут на самом деле советская власть изображается. То есть имелся первый уровень у фильма о том, что вот фашисты, это сатанисты, которых мы победили. Имелся второй уровень у фильма, когда мы в этих фашистах узнавали те же самые приемы и советского режима. Обожествление лидеров там, все такое, массовые все эти походы там, демонстрации, подавление рациональной критики за счет иррационального коллективизма и так далее. Все, что мы в путинском режиме тоже вполне узнаем. Ну, Суслов, старый хрен, говорят, умный был. Он когда-то посмотрел, он Рома вызвал и сказал, Михаил Ильич, а за что вы нас, коммунистов, так не любите? Короче, Суслов понял примерно, что тут вторым уровнем идет наезд на советский строй. И длительно фильм запрещали, но потом по мере развития в Абедобесе в СССР все-таки показывали, потому что сочли, что массовая публика не поймет этих намеков, так как ее уже сильно настроили по поводу того, что фашисты это демоны, а сталинисты, соответственно, ангелы. Ну, интеллигенция массово писала, Стругацкий тоже потом, позже, в 90-е писал, что когда он фильм посмотрел, он понял впервые, что, в общем, советские-то особенно не отличаются. Когда показали уже реальных фашистов, а не просто, так сказать, из агит-плакатов, то их система, когда увидели наши интеллигенты, что фашистскую систему, как она была, как ее реально по хинокронике показали, они увидели много похожего. И об этом много довольно писали. Ну, правда, позже, в 90-е. То есть в 90-е вот такой смысл этому фильму приписывали. Ну, что касается 60-х и 70-х, естественно, он раскручивался по Петобесе. Суть Петобесе в том, что оно отрывается фактически уже из контекста Второй мировой войны. Понятно, что Вторая мировая война, столкновение двух тоталитарных систем, об этом я расскажу рано или поздно, когда дойду по хроникам. Суть-то в чем? Фашизм-то уже ведь давно победили, и на самом деле конфликтов Второй мировой уже давно нет. А в нашем обществе раздувание этого всего, оно другие цели преследует. Во-первых, консолидация вокруг власти, так как вот якобы, если не власть, тогда придут вообще фашисты и устроят там хуже. Хотя непонятно, кто хуже, потому что сталинизм гораздо больше, конечно, преступлений совершил, больше народу истребил, чем фашисты. Фашисты просто не успели их. Тут было несколько лет, а сталинизм нас мучил десятилетиями, да и продолжается в разных формах. Вот это первое. И второе, победобесие использовалось для создания негативного образа Запада. То есть фактически с фашистами отождествляли, естественно, потом американцев, вообще Европу и переносили. И сейчас все вот это вот в полной мере. То есть вот этот весь образ фашистов переносится на Европу, которая, конечно, никакого отношения к фашистам не имеет. Эта же Европа, она и победила давно-давно фашизм. Переносится на украинских национал-демократов и так далее. Вот в этих функциях до сих пор победовесие продолжается, и никогда этот режим никогда от него не уйдет. То есть это используется как средство сплочения вокруг власти, которая сама по себе вредна для большей части населения, для того, чтобы мы не критиковали преступления власти, якобы, вот иначе будет хуже, придут страшные бандеровцы. Это раз. И второе, он используется для демонизации западного общества, которое живет, на самом деле, гораздо лучше, исповедует более справедливые принципы. Там больше порядка, больше прав человека, больше свободы. Они достигли больших успехов и экономических, и социальных, и культурных. Чтобы все это как-то замазать, используют этот образ фашистов, потому что фашисты тоже были в Европе, по аналогии, создав из фашистов каких-то вот уже полную грязь такую, и по аналогии пытаются этой грязью замазать и дальше Европу, и европейскую культуру. В связи с этим, несмотря на то, что, конечно, никакого фашизма я не исповедую и не собираюсь, тем не менее, с победобесием надо, конечно, бороться, и этим вся подлинная русская интеллигенция и занимается.